Владимир Устинов на селекторном совещании с главами южных регионов обсудил меры предотвращения пожаров. Нередко при возведении зданий использует легко возгораемые материалы. Чтобы сократить эти риски, губернатор Кубани предложил сотрудникам МЧС участвовать в согласовании проектов строений. Вот есть объект, допустим, тоже, к примеру, торгово-развлекательный комплекс, который сдается в эксплуатацию. Почему МЧС не могут пройти на стадии ввода в эксплуатацию, проверить на готовность всех систем? Сегодня нужна правовая основа для того, чтобы у МЧС, в первую очередь, имелась правовая возможность конкретно влиять на ситуацию противопожарную до того, как пожар возник. Допустим, до 10 дней. Почему, допустим, МЧС не может приостановить действия, допустим, торгового центра, если выявило, а свыше уже 10 дней пусть суд приостанавливает? Принимается. Принимается. Согласен. По мнению Вениамина Кондратьева, ответственность за противопожарную безопасность должны нести не только владельцы торговых зданий, но и собственники сельхозземель и лесных угодий. В случаях несоблюдения требований глава Краснодарского края предлагает для них повысить сумму штрафов. У нас на Кубани точно свободной земли и леса нет. У каждого леса, у каждого поля есть правообладатель. Просто он взял в аренду землю, взял в аренду лес, взял в аренду речку с камышом, пусть и несет ответственность, в том числе, и за противопожарную безопасность. Но почему-то у нас правообладатель выпадает полностью из системы ответственности. Почему? Потому что у нас штраф на должностное лицо 6 тысяч рублей. Поэтому мы тоже готовим здесь несение изменений, уже серьезная ответственность к правообладателю за то, что он допустил пожар. Сегодня в каждом районе созданы межведомственные группы по пресечению разведения огня в лесах и полях. А буквально сегодня в край завершаются командно-штабные учения по тушению пожаров, которые организованы МЧС.